здравствуйте дорогие мои друзья ну вот сегодня новости о шамане вчера был суд 21 сегодня вот суд еще идет ну понятное дело что его опять отложат но кроме этого сегодня был суд кассационный суд который жалоба адвокатов шамана о его госпитализации о признании в госпитализации незаконной и 9 конституционный суд общей юрисдикции отказал в удовлетворении жалобы якутского шамана александра габышева о признании его незаконной госпитализации в якутский псих диспансер феврале 2021 года это вот сообщил прянишников и защита продолжит обжалование госпитализации и подаст и верховный суд и дальше в европейский суд по правам человека так что друзья мои видите правозащиты правозащитник алексей прянишников но понимает с кем имеет дело потому что конечно позор позор абсолютный в этом но кроме этого значит вчера были заседания и рассмотрение вещественных доказательств по делу шамана был там предъявлен предъявлены какие-то оборванные штаны одного из омоновцев на которых сзади ну ну размером наверное там ну полтора на полтора сантиметра такой буквой г разрез но не разрез а порванные штаны знаете вот многие из вас если кто работает руками где-нибудь я не знаю в гараже столярничает то часто можно вот такие разрывы на штанах ну за что-нибудь зацепиться в мастерской и порвать просто вот а гвоздик какой-то порвать штанишки вот когда вы встаете можно зацепиться и порвать абсолютно точно вот любой из вас может понять что без всякой экспертизы что штаны порваны зацепившийся гвоздь ну и сами штаны конечно представляют из собой жалкое зрелище то есть они настолько оборваны что годятся для ну не для бойца не для офицера омона а для какого-то я бы сказал бездомного бездомного человека не знаю откуда они эти штаны взяли но экспертиза которой проводила дочь министра вот этого замминистра про якутии по ну и в д д лебедя она выяснила что это проковырена мечом хотя знаете ни капли крови следов нету в этом же заседании предъявлена куртка шамана и она вся в крови то есть шаману реально там как бы дали по голове серьезно рассекли и куртка была залита кровью все остальное ну кадры взятия дома шамана мы с вами видели и не видели там вообще никаких так сказать следов сопротивления потому что на шамана навалились электрошокером и ударами ну в общем-то лишили его сознание поэтому друзья мои конечно но отвратительно вот это вот и еще главное же они скрывают все это вот хорошо что адвокаты еще умудряются его правозащитники говорить об этом иначе это просто позор позорное судилище над шаманом в общем-то продолжается и видите сегодня заседание значит заседание суда началась с осмотра видеозаписи с места его задержания выявлены противоречия между видеозаписью и протоколом ее осмотра входящим в деле о протоколе осмотра слова габышева которые произносил разговоре через дверь с врачом психиатром переведите переведены из якутского языка как я буду сопротивляться в то время как на видеозаписи они звучат как лекарство пить бесполезно то есть видите фальсификация полнейшая даже на записи и значит рассматривающий дело габышева судья максим горохов явно спешит рассмотреть дело как можно скорее дата заседания устанавливает без согласования с учетом занятости занятости защитников габышева в других делах продолжительность сегодняшнего заседания вместо ранее запланированных четырех часов до обеденного перерыва увеличил до окончания рабочего дня целый день они рассматривают вот эти штанишки в этого ковыряются там то есть позор позор просто правосудию это вот куда куда смотрят боги это вообще невозможно всех этих ну надо просто выгнать лишить лишить дипломов и осудиться за это сегодня значит новый прокурор очень быстро вошел дело старая женщина по фамилии чемоданова собрала свои чемоданы и значит свалила в отпуск видимо не хочет участвовать в этом позорище то есть чемоданова понимает ну нашли какую-то еще прокурор шу которая должна значит поддерживать обвинение поддерживать как мы понимаем там нечего обвинение обвинять должны тех кто издевается над шаманом и а у шамана проходит медкомиссии ему должны сделать узи потому что намечается выписка слава богу но даже это узи и все медицинские процедуры отменены ради суда то есть еще собираются шамана задерживать хотя ну как бы ходят разговоры что в понедельник его должны выписать но вот это вот как бы такая спешка то они тянули резину видите тянули а сейчас прямо спешат то есть пишат вот буквально я думаю на этой неделе не спешат вынести приговор шаману может быть я понимаю что вряд ли они сделают его оправдательным без сомнения к этому они подводят потому что ну свидетели говорят о том что судья не слушает доводы защиты обвинение очень очень выслушивает и не обращает внимание на явные противоречия то есть судья судья горохов явно ангажирован властью шаман у нас как говорится немножко ослаблен и его все равно целый день вот в это в этой в этом суде мытарят поэтому друзья мои в общем то сейчас подошел подошла такая критическая критических но время потому что вот сейчас судью шамана должны как бы освободить из диспансера отправить его домой но суд может вынести как я понимаю понятно что у них уже все решено но хорошо бы конечно чтобы они совсем уж не живодеры были ну далее условно то есть условный срок видимо привяжет шамана к к месту жительства то есть он не сможет идти в поход будет вынужден отмечаться там каждую неделю скорее всего ну разумно наверное для этих для этих мерзавцев поступить так потому что мы понимаем что москва давит на них чтобы ни в коем случае шаман никаким образом не мог выйти из якутска не мог выйти решаться ли они его реальный срок дать не знаю друзья мои это было бы вообще не то что издевательство над правосудием абсолютно беззаконные события я думаю что конечно если эта власть сменится то все участники вот эти прокуроры чемоданова и 2 прокурор и судья горохов и министр вот этот лебедев и его дочь которая с фальшивую экспертизу и все вот эти омоновцы с сорваными бомжатскими штанами все должны быть осуждены абсолютно точно провести открытое судебное заседание и все это все это выложить чтобы люди видели насколько бессовестно беззастенчиво действует эта власть и представляете заседание закрыто потому что но если бы это было показано вот эти штаны вот эти аргументы в полном но это это настолько стыдно за власть то есть стыдно за непрофессионализм за за глупость за подлость их стыдно просто не знаю всем и позор позор горохову позор лебедю позор прокурору чемоданову и всей всей этой бессовестной отвратительной шайки потому что назвать их служителями закона просто не поднимается но язык не поворачивается все дорогие мои пока